всем доброе утро добро пожаловать на мой канал в петербурге плюсовая температура установилась будет практически две недели снег весь растаял вы видите человечка с красным рюкзаком это данечка идет в школу и трактора и все дворники пользуются тем что растаял снег и тем что можно все почистить и убрать у нас прямо образцово показательный двор все убирают и уже прямо молодцы такая разгрузочка от снега и где дети сейчас у нас 38 минут оказывается сейчас у нас 45 минут порядочные дети уже в школе но мы еще тащимся потому что немножко мы тут занимались планированием сегодня данечка придет домой попозже не как обычно не на перерыв а прям придет домой в три часа только потом кружочек отменился в 4 так что ничего страшно он тащит как обычно у меня мусор мешок с физкультурой а мешок со сменкой умудрились он умудряется поместить внутрь рюкзака чтобы нести не четыре вещи а три вот такое у нас утро и сегодня папа отвез вику в садик давненько он не возил в садик и давненько она не была в садике но мы делаем большие успехи когда она не в садике она очень много читает она вчера сама читала я даже собиралась с ней почитать но вижу что я не вообще не нужна и она читала сначала одну книжку потом вторую книжку я вам чуть-чуть засняла где-то но она прям читала несколько часов девочки я потрясена потом она занималась логопедией час я абсолютно ей не нужно я только ставлю контролирую меняю книжку вот и таким образом мы с ней очень многое достигаем за то время пока но человечек не спеша идет на то время пока она не в садике вот получается она была в садике наверное в четверг а сегодня вторник вот так вот получилось если я не путаю могу путать конечно сейчас тёма выспится и у нас с ним планы мы поедем кое-куда и мы должны по идее успеть до данных трех часов но он проинструктирован на случай если нас не будет дома у него есть ключ но связи с ним к сожалению не будет поскольку даже если включить ватсап в компьютере даня сказал что компьютер выключится через некоторое время и компьютер его не дождется а пароль даня не знает такая система так что вика в садике даня почти в школе а мы должны отдохнуть но я потеряла его глазами не знаю как вы напишите пожалуйста с какого возраста ваши дети ходили в школу и далеко ли при этом находилась собственно школа вот сейчас со всеми об этом разговариваю я так поняла что девочек позже отправляют в одиночку в школу ну наверное дошел человек не вижу наверное дошел уже никого нигде нет пока смотрю в другую сторону уже нашел на еще у нас планируется поездка большая в конце декабря со всем классом на большом автобусе смотрим что из этого выйдет вот смотрите машине кажется не проехать эти две стоят кажется не может проехать спец транспорт такой вот у нас вступление получилось это вот вы видите сейчас без 10 9 такая темнотища в питере открою окно чтобы натурально показать то есть короче я думала снег самое страшное чтобы сесть в такси оказывается дождь самое страшное ты пристегнут или мы все супер газовый баллон это то что мы не могли никак предположить ну как все мы ездим я с детьми каждый день я же ничего не надо не газовый туда все загружаем надо чтобы зарисованные машины приезжают или такие частные частные а таксопарковые тогда чтобы в яндекс такси поставили галочку что машина на газу тема проработай вопрос пожалуйста ну вот пускай ваней нет это не ваня букет нет это и он пускай делает чат это хорошо пускай и он сделает чтобы галочку они ставили что багажника как бы нет условно все равно реклама будет да все новые магазины еще не было я вот вот в этих не в одном не было пока что не холоп пока что теща будет у нас будет у нас теща у этой девушки можно билеты купить здравствуйте вот на тещу которая началась до 2 инвалидских короче тёма встал в 10 30 сейчас 11 25 кто кто молодец фильм теща будет слава богу в кино очень длинная реклама и вот мы приехали опоздав 10 на 10 минут то есть мы в 11 35 сошли сюда и это все еще реклама и ночью никогда никак не закончится а это реклама кинотеатр в общем мы должны все посмотреть и поесть распивать алкогольные напитки волка разговаривали особенно по телефону а теперь прошу это темные темные из леса выгнали всем приятного просмотра и не пропустите наш новый сказочный сериал волшебный участок только онлайн интима театре ловко алло пеньки подождите меня разговаривали есть на кону вариант кстати исключено реклама следующего фильма короче мы уже посмотрели рекламу фильма конец славы он очень жесткий очень советую похоже надо все фильма подряд смотреть и не выходить отсюда как вот это да и ровно в полночь мажорка превращается в тыкву просто закрой тебя никто не спрашивал как какой-то богатый чувак да уже ровно 20 минут идет реклама не бойтесь опаздывать на сеанс что оно пропало вызывайте сын щега и принял мы должны вернуть вас обратно мы уже сто фильмов посмотрели ребята что это тоже пою вам же явно нужен ребрендинг да осел я собака кошка петушок они назвали себя я я немецкий музыкант нормози я не любил принцессу король мешает нашей игре не забыл тут не боитесь а импортный японский 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 с днём рождения у меня японский кот и подарок как говорится заграничный и стыд испанский и зятёк ха-ха-ха-ха-ха-ха неожиданный поворот в фильме тёщи о котором было умолчано как сказать замолчано молчали в трейлере актёры поменялись телами это что такое а нельзя ты куда мою шумну забил еду заказать чтобы никуда не идти не позволю забирайте там сюда я не хочу никуда идти отойди ты прижимала у меня чай кончился да это начало прошло всего 20 где-то минуток значит весь фильм это не гомосексуализм это поменялись телами значит весь фильм будет про смену тела в общем дорогие друзья не стоит смотреть фильм тёща в кино но это фильм вариант дома на диване платить за него не стоит хотя мы заплачили немного надо сказать что скидка 30 процентов по нашим справочкам и билеты утренние получается обошлись нам в 203 рубля каждый а понятно что мы уже очень хотим есть фильм не очень интересный поржали я пошла за едой тём остался тёма смотрит кино ещё оно не кончилось слушайте как мы собирались это конечно шоу какое-то кстати вот это йога сорокаминутная меня прям вштырило я вам скажу прям вообще круто так как будто у меня и не болели ноги никогда хотя я ничего особенного не делала так ребёнок попросил коктейль и гамбургер где его взять собирались мы очень быстро он на меня обижен я не дала ему не зайти в комнату ничего сказала всё сама сделаю где гамбургеры где гамбургеры я заказала два самых простых чизбургера по 89 рублей вот мы тут в тот раз что-то покупали и представляете у них нету коктейлей я заказала два сока сказали пять минут будут готовить но честно надеюсь что быстрее там какие-то ненормальные цены гамбургеры по 380 по 480 рублей сегодня у меня довольно большой день получается Данечка придёт в три школы один мы всё продумали у него ключ посмотрите какая красота и потом я уеду немножко пораньше в садик чем обычно потому что мы прямо из садика поедем с Викой в бассейн к шести часам это мы с вами гуляем по Гранд Каньону мы всегда сюда ходим в кино потому что здесь всё удобно для детей для колясочников вот и после бассейна когда бассейн закончится мы должны лётом оказаться дома потому что в 19.45 у меня урок с португальской девочкой вот и хорошо бы на него не опаздывать потому что в тот раз из-за такси я опоздала на 30 минут если вы помните из-за этой истории с таксистом а кстати нас вёз хороший таксист и лайфхак к нам подсказал ставить отметку оплата наличными и тогда в случае каких-то неувязок или конфликтов с вас не потребуют оплатить отмену такси ставите наличными даже если у вас нет никаких наличных и когда вы едете в такси уже вы меняете в приложении на оплату с помощью банковской карты вот такой лайфхак крутой нам подсказали пользуйтесь кто такси пользуется я иду досматривать фильм там ничего пропустить нельзя это отношения тёщи и зятя немножко перемешанные с любовью морковью и м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы просмотрим еще немного рекламы Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас уже очень много времени, но мы что-то скушаем и поедем домой. Смотрите продолжение в следующей серии. Что это было? Ветчина, сыр, хрен. Ветчина, сыр, хрен. Большущий блин у Тёмы был. У меня были грибы в сливках. Маленький детский блинчик за 115 рублей. О! Взих! Взих! Сейчас. Что-то больно взрослый. Ну всё. Контрольные снимки сделаны. Можно идти дальше. Следующим этапом квеста будет пролезть под ограждениями. И ещё должно не отвалиться колесо. Ну ты пригибай, короче, голову. У тебя всё просто. Тёма, это не шутка. Там ещё ниже будет. Сейчас вообще с коляски слезешь и поползёшь. Ну что, их разрывать, что ли? Какого хрена они их навязали? Ну, короче, чтобы выйти, я разорвала эти ограждения. По-другому никак. Стоим, ждём. Здесь мы. Этот самый такси. Ну и вот дяденьке, мне нравится, что мы тут стоим. Ну, что, нам лететь, что ли, куда-то? Короче говоря, мы поругались в такси. Но нас не взяло. Мы прождали, промёрзли. Она не хотела отменять заказ. И я должна отменять заказ за то, что он нас не взял. Короче, я написала в поддержку. И мы взяли каршеринг. Правда, это корыто. У корыто кривой... Как это сказать? Короче, нужно делать развал схождения. Как это объяснить? Руль ведёт влево. И машина не едет прямо. Но зато мы сидим теплее. И сами погрузили коляску. И никому не мешаем. Чема тебе что больше нравится? Каршеринг или Яндекс.Такси? У меня каршеринг. Мы промёрзли. Очень сильно. Пока искали машину, ходили и не могли в неё сесть. И, короче, у меня нет рук. А таксист урод. Скоро меня Яндекс.Такси занесёт в чёрный список по количеству жалоб на таксистов. Сейчас, раз бордюры подняли, то, может быть, это... Хотя толстый шлагбаум не опустили. Может, это ласточка не мать. Сзади как раз бибикал. Красивая картинка, смотри, как красиво. Сзади бибикал дядька, чтобы мы быстрее. А мы не быстрее. И тот, кто перед нами чуть-чуть побыстрее в последний момент, он уже на красный поехал. Наверное, сзади дядька нервничает. Так, дорогие друзья, я с вами наедине. Слушайте, это такой стресс у нас с Тёмой был. Мы поругались даже. Потому что... Ну, как дело было с такси, да? Он подъехал. Около торгового центра огромная парковка. Но она вся полностью занята. И там вообще нет ни одного места. Ни для пешехода, ни для машины, ни для инвалидной коляски. Нету мест. И мы встали на пешеходном переходе. Как бы не дороги, а внутри парковки. Вот. И я подумала, как раз вот здесь вот мы быстренько и сядем. Потому что дальше везде движение, и всё занято. И он подъезжает, и чуть-чуть проезжает мимо нас. Я рукой машу, машу. Он чуть-чуть вперёд проехал. Я, значит, добегаю до него. Говорю, а можете чуть-чуть назад на пару метров? Он такой, у вас хоть коляска складывается? Я говорю, ну, естественно. И захлопываю дверь, отбегаю к Тёме. Потому что я очень боялась, что Тёма укатится на самом деле. Там очень сильный ветер был. Нас прям сдувало. И я подбежала обратно к коляске. Он выходит из такси. Но не подъехал назад. Выходит из такси. И мне кричит оттуда. Вы на пешеходном переходе. Я говорю, что? Он такой, всё, всё, отменяйте. Ну, ему не понравился тон, которым я ответила. И вообще я не нравлюсь водителям, когда я не одна. Когда я одна, я почему-то всем водителям нравлюсь. Когда я с инвалидом или с маленькими детьми, я не нравлюсь. Я качаю права. Я знаю, что такси типа должно. Но вот уже второй раз за неделю такси ничего мне не должно. Дальше он мне говорит... Ничего не говорит. Садится в машину и уезжает. И стоит у меня... Во-первых, он нажал, что ожидание бесплатное началось раньше, чем мы даже увидели машину. То есть машина даже не приехала. Даже она не приближалась к нам. Уже стояло... Ожидание стоит. Ожидание. То есть он меня ожидает. Я стою, мёрзну на морозе. Он меня уже ожидает. Что за бред вообще? Вот. И потом... Я ему пишу. Вы не взяли инвалида. Я буду писать в техподдержку. Вот я так коротко написала. И всё, больше ничего ему не писала. И потом мы искали каршеринг. Я забыла про это. Уже такси. Ну, не очень-то забыла. Но мне не до черта было. Не то, чтобы я ждала там ответ от них. Вот. И мы искали каршеринг. Нашли машину. Очень большой был стресс. Потому что машина стояла так, что инвалидной коляске не подъехать рядом. И не сесть, Тёме. Я попробовала... Ничего, что вы вот так меня будете видеть? Я попробовала, короче говоря, подвести его к задней двери. Не как обычно к передней, а к задней. Открыла дверь. Он сказал, ничего не получится. Я говорю, ну давай попробуем. Но он говорит, ничего не получится. Я не сяду. Я говорю, ну вот там есть такая же ручка. Ты схватишься. Короче, мы погрызлись с ним. На морозе очень даже плохо грызться. Вот. И он говорит, только вперёд. Я говорю, ну ты понимаешь, тогда я тебя сейчас оставляю. Отъезжать буду. Как бы уже начинаю аренду. Отъезжаю. Переставляюсь на полметра в сторону. Не назад и не вперёд, а в сторону мне надо переставиться. На огромной парковке, забитой машинами. Я не понимаю. В три часа или в четыре часа дня, что ли, все в кино приехали. Не знаю, короче. Просто вся парковка заполнена машинами. Как будто выходной день. Вот. И, короче говоря, я сейчас очень спешу в садик, поэтому моя речь ускорена. Извините, пожалуйста. Надо вам замедленную перемотку. Вот. И, короче, я его пытаюсь вытащить. Он пытался сесть на заднее сиденье. Он не сел, падает. Я его тащу. У меня нет сил. Я говорю, давай сам. Он говорит, у меня кончились силы. Короче, он застрял. Я распсиховалась. Он так полулёжа лёг на коляску. Говорит, отвози назад. Я говорю, если я тебя отвезу, ты грохнешься. Он говорит, здесь никак не поправиться ему. Не присесть вот так руками, не опереться. Ой, короче, я так нервничала. У меня руки без перчаток. Потому что я не смогу управлять коляской. Там помогать Тёме в перчатках, в варежках. У меня руки просто отваливаются. От этого я ещё больше психую. Это всё длилось пару минут, но всё равно это стресс. И, короче говоря, я его отвезла, поставила подальше, где якобы машины не могут ехать. Но, понятно, на парковке они могут где угодно ехать. Поэтому это стресс. Ну, ребят, ну давайте куда-то-то едьте уже. Чё стоим? Вот. И, короче говоря, отъехала. И, как обычно, на переднее сиденье он смог сесть отработанными движениями. Главное, чтобы я не помогала. Потому что это всё очень трудно. Ребята, пропустите меня. Мне надо в садик, пожалуйста. Очень надо в садик. О, спасибо большое. Огромное. Вот. Короче говоря, сели мы в каршеринг. И приехали сюда за 400 рублей, кажется. Потому что долго всё это было в счёт аренды переставлялись. Вот так, короче, мы съездили. Всегда стресс. Ну, слушайте, когда мы садились утром в такси, такой лил дождь. У Тёмы сразу ноги стали мокрые полностью. Он же сидит. Колени, ноги, все штаны мокрые насквозь. Просто проливной дождь, девочки. 19 или 20 декабря сегодня. Дождь льёт в Петербурге. Это ненормально. Потом вот этот замёрзший снег. Вот так вот. Коляска инвалидная вообще нифига не. Я стою, значит, пытаюсь эту коляску с водителем сложить. И я всё время плохо стою. И я так сняла капюшон, говорю, я не пьяная, извините, я просто плохо стою. Короче, я подумала, что это реально он решит, что я пьяная. У меня вот так капюшон как бы одет. Сейчас покажу. Вот так. Я маленького роста, он меня не видит, короче. И я шатаюсь, вся шатаюсь во все стороны. Я еду по неосвещенной дороге сейчас. Поэтому вы меня не видите. Вот. Ну, окей, где? Господи, каждый раз в новой машине ищешь всё за новое. Кстати, я даже зеркала не утруждаюсь. Поправить я ничего не вижу. Потому что мне не надо видеть, я соблюдаю правила, этого достаточно. А также я не соблюдаю правила, когда мне не надо. Ой, у меня важный звонок. Короче, мы как-то приехали, мы молодцы. А теперь я несусь в садик, чтобы бросить у ленты машину и поехать знаком. Ой, девочки, я не могу пройти. Короче, я от машины иду к садику. Тут всё в лужах, в канавах, в сугробах. И там я сейчас вообще прыгала, застряла, хотела сказать. Звонит мама ученика, хочет, чтобы я подготовила ребёнка, с которым я занимаюсь математикой. Она хочет, чтобы я его за один урок подготовила к полугодовой контрольной по русскому языку. Господи, боже. Вот, смотрите, что творится. Всё плывёт. Я так спешу. Кто недавно на моём канале объясняет такие прогулки, как сегодня, полностью оплачивает Тёма. Это не моё разгуляева, так сказать. Очень дорого такая поездка обходится. Именно из-за дороги. Кино нам дёшево, а вот каршеринг, такси, такси в ту сторону стоило 800 рублей. Обратно, когда мы заказывали, сейчас меня обольют, похоже. Что? Оно выходило 400, но мы на нём не поехали. 180 рублей списались за поездку, которой не было. И в результате Яндекс потом мне её вернул. Оплатил сразу же обратно после того, как я это написала. Они написали, что они дорожат своей репутацией. Ох, сейчас сдохну. Мамочки. Жорчат ручки. Весна наступила. Вот. Ё-моё. Девочки, они не вышли гулять. Да ладно. Вот это засада. У меня по минутам рассчитано. А они не вышли гулять. Ну, мы опоздаем в бассейн, короче. Как это так? Они не вышли гулять. Они боятся луж. Я в шоке. Короче, Яндекс вернул 180 рублей. Яндекс молодец. Сейчас в 17.35. Всё рассчитано. В 17.40 приедет мама девочки, которая должна нас отвезти к бассейну. И в 18 бассейн. А, дети не вышли. Ё-моё. Так, мы-то готовы. А, вот тётенька-то девочку ещё не забрала. Ты придёшь сейчас, Вика, в раздевалки? Быстро-быстро будем раздеваться. Не капризничать, ладно? Да. Как твой день прошёл? На сумку. Вместо прогулки-то чем вы занимались с утра? Ну, я и не знала, что вы не будь. Занимались. Занимались чем? Расскажи, чем занимались. А вас зрителям при чём? Зрителям при чём? Расскажи. Ну, мы креялись на одну девушку. Да, девушку. Девушку. Оказывается, дорогие друзья, сегодня такая погода, что в садике предупреждение. Они не гуляли. Весь садик не гулял утром. И сейчас вечером из-за ветра и луж. А я-то и не знала. Вот. Оказывается, такая ситуация. Мы как раз с Тёмой и вляпались. Но я и не знала, что шторм или что-то такое. Вот. Ждём, ждём. Всё, дорогие друзья, мы побежим сейчас в бассейн. Рисунок мне там дали. Прощаюсь с вами. Ну, что ж ты делаешь-то, девочка моя? Ты же хорошая девочка. По заборам плохие лазают только. Всех люблю, всех целую. И из ветреного Питера. Ну, Вика, господи. Вставай. Она гулять хочет явно. Тут машина другой мамочки. Сейчас, если увидят нас паренёк внутри, он сидит, играет в телефон, подумает, что мы с ними едем, которые у нас в гостях были. Вот эти. Короче, у нас уже две подружки, кто могут нас вести. Вон, наверное, всё, прощаюсь с вами. Всех люблю. На пять минут на тренировку она опоздала. Смотрите, пустая раздевалка. У нас самый малопосещаемый фитнес-центр. И меня это очень радует. И у меня есть ещё и 35 минут. И я ещё и посижу в сауне. И проплыву дорожку в бассейне. Вы знаете, у меня столько энергии. Мне кажется, что это от утренней йоги. Да. Новые зрители наверняка хотят знать, сколько Тёме лет. 27. Старшему сыну 27. 90. 40. Продолжение следует...